Уважаемые участники сегодняшнего общего собрания Московского регионального отделения Владимир Борисович обозначил фильм следующих вопросов Их у нас сегодня в полиции дня два Это отчет о деятельности Московского регионального отделения и перспективах развития Второй вопрос это избрание делегатов отчетной конференции Российской муниципальной академии Всероссийской отчетной выборной конференции Третий вопрос это награждение медалями вручения диплома Владимира Борисовича Если будет разным, значит все, что все разное То есть слово для отчета предоставляется президенту Российской муниципальной академии Наук Владимиру Борисовичу Дотову Спасибо Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы раздвинули все свои мероприятия И приехали на наше собрание Но если вспомнить Российская муниципальная академия Она уникальна тем, что в этом году 16 лет исполняется эта академия Уникальна она еще тем, что она носит название российское Такого вот названия Минюз вообще-то не раздает на право и на лево И я хочу сказать, она еще уникальна тем, что вокруг академии очень много образуется проектов Уже я бы сказал такого общественно-политического характера То есть академия по своему статусу, по своей долговечности, по своей общественно-профессиональной ориентации Она представляет интерес и для общественной палаты, и для некоторых субъектов федерации, и для некоторых российских проектов Ну, я хочу сказать, что она была образована в 1999 году До 2012 года возглавляла академию шансов Валерий Павлин В связи с изменением его положения Должна снова он был избран, значит, вы знаете, губернатором И, ну, в 2012 году на общероссийском собрании избрали президентом Зотова Владимир Борис, то есть меня В 2013 году, значит, шансов изъявил желание быть избранным почетным президентом российской муниципальной академии Значит, если посмотреть на состав президиума, то вы увидите там достаточно большое количество известных и политиков, и профессионал Ну, я просто скажу, что российский президиум представлен комитетом Государственной Думы по местному соуправлению Комитетом Совета Федерации по региональному управлению Президентом Конгресса муниципальных, председателем, сейчас они поменялись Я просто говорю, общероссийского совета по местному союзу, президентом Союза российских городов Председателем Ассоциации муниципальных образований города Москвы Значит, представителями ЗАГС-собрания в районе заместителя, там, Волгоградской области, ну и многих других Второе, что хочу сказать, что Очень активное участие в создании, ну и функционировании, так и развитии Приняли это в прошлом мэр Омска, в прошлом президент Союза российских городов Валерий Шарпин Расчупкин, потом Мокрый Владимир, стоит представить комитета Широков, кстати, он у нас Глазычев, Яковлев, Вавилов, значит, и многие другие Я почему говорю в общем, потому что мы когда перейдем там к нашему региональному отделению, потом мы уже конкретно будем, может быть, даже забегу вперед Дело в том, что региональное отделение, оно, конечно, заслуживает критики Почему? Потому что мы больше трансформировались в общероссийский проект Ибо, вы знаете, особенность местного соуправления в городе Москве Она, и те реорганизации, которые правили, они сузили деятельность нашей, значит, и тем не менее мы необоснованно сузились сами в этих направлениях Значит, у нас в 72 субъектах Российской Федерации имеется отделение по-разному работы Где-то 5 человек, где-то 50, где-то 150, где-то 200 Хочу сказать, что практически все они взаимодействуют с местными муниципальными органами власти В составе академии, значит, у нас числится, принято в академии 2, 1700 человек Из них 109 докторов наук, 112 кандидатов, 19 действительных членов отраслевых академий Основными направлениями являются содействие, совершенствование, законодательство, развитие академической и прикладной науки о местном соуправлении Консультационная деятельность по широкому кругу вопросов Информационное освещение и пропаганда передовой практики муниципального управления Организация проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, специалисты выставок по актуальным проблемам муниципального управления Значит, Российская муниципальная академия оказывает помощь в муниципальной образовании Вся методическое обеспечение издательскую деятельность Если говорить о направлении, как муниципальная практика Оно очень востребовано И с другой стороны, хочу сказать, что этими направлениями занимаются многие структуры Это и Конгресс, это и Совет по местному соуправлению Это и союзы различных, с которыми мы взаимодействуем, я ниже скажу Но сюда же подключаются опоры России И сюда же подключаются никитинские службы, которые, вы знаете, занимаются там социальными проектами Наша муниципальная академия, значит, выступила инициатором, а точнее организатором Издание учебника для вузов системы муниципального управления Авторы стали, прошел пять изданий, стали лауреатами Издан библиографический справодник Издан и переиздан в втором издании энциклопедия местного соуправления Я думаю, у кого нет этой энциклопедии, вы можете обратиться к нам И мы, во всяком случае, хотя бы делегатам, участникам нашей конференции Мы эти дадим Это больше тысячи страниц Глоссарный такой, отработанный Второе издание, вычищенный И очень хорошие страницы Издан справочник муниципального служения Вот именно с практикой Там предложены практики, практические проекты направления бюджета И планирования, программ развития, инвестиционных программ, уставов Значит, тех пяти, сейчас уже шесть типов муниципальных Пяти типов муниципальных образований с реальными Приложены в виде диска, значит, их программ Значит, у нас также сборник научных статей Докладов по научной практической конференции Четыре такие сборы Сборник научных статей на конференции России, самой российской муниципальной Издан сборник статей, которые вошли, значит, в несколько конференций Такие, как У нас, значит, есть свое издательство Муниципальная академия У нас есть Журнал, мы издаем Муниципальная академия И многие Изданные справочные информационные для преподавателей вузов Значит, доклад о ситуации обещания прав человека в Евросоюзе Это переиздаем мы Доклад МИДа, значит, который, значит, ежегодно издается Мы их переиздаем и распространяем Издан библиографический указатель местного соуправления в бумажном и электронном виде Издано учебное пособие муниципального управления Три издания Издано учебное пособие государства муниципального демонстрационного материала Слайбекли Муниципальная академия организует, значит, международное, отечественное и специализированное научно-практическое конференции Семинары по актуальным проблемам Я скажу честно, в последнее время это работало в Сверду Но тем не менее у нас есть что сказать Конференции было проведено всего 35 таких конференций Конференция государства частного партнерства Муниципальное управление на современном упадке Тенденция, опыт и практик Конференция муниципального управления проблемами и перспективами Конференция социальных проектов как основы развития местного соуправления Конференция евразийского пространства, приоритеты социально-экономического развития Российские муниципальные форумы. 17 ноября 2013 Российская муниципальная академия принимала участие в 3-м национальном институтном форуме «Муниципальная Россия-2009». 12-го Российская муниципальная академия принимает активную участие в проведении международного форума «Мегаполис. 21 век», использование передовых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социально-экономического и пространства развития территории, организатором которого выступает Международная ассамблея столицы крупных городов. Ежедневно проводится Российский муниципальный форум с организатором которого выступает Российская муниципальная академия. Если говорить о круглых столах, таких у нас проведено. Круглые столы муниципальная финансовая, круглый стол стимулирования малоэтажного строительства муниципальных образований, круглый стол энергоэффективной муниципалитеты и малоэнергетики, круглый стол социальной инвестиции, круглый стол малый бизнес в пути развития, круглый стол развития сельских территорий, круглый стол роли институтов гражданского общества, реализации, концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Выставки современной информационной технологии в городском хозяйстве, в управлении качеством городской среды, местное общественное самоуправление в условиях реформы ЖКХ. Семинары совместно с Вольным экономическим обществом в различных странах. Семинары в Санкт-Петербургском отделении Хельскинке, Стокгольме по ресурсосбережению. Кстати, очень интересный опыт, я бы хотел вернуться к ним. Школа молодого политика совместно с молодежной общественной организацией, парламентская лига, при финансовом университете, при правительстве Российской Федерации. Лекции для студентов, старшеклассников, информационная война против России, вам управлять Москвой. Серия лекций и материалов для студентов на тему студенческой журналистикой в рамках выразителя проекта «Территория успеха». Всероссийские ежегодные конкурсы, но если говорить о лекции, я хочу еще сказать, что мы проводим такие лекции, они называются «Открытые уроки в рамках проведения университетских суббот». То есть, департаментом образования и правительством Москвы привита программа университетских суббот лекций, которые, вот они как лектории проводятся в открытом режиме, в дистанционном информационном режиме и, значит, как правило, создаются аудитории. «Открытые уроки» говорит о том, что на эти уроки приглашаются не только студенты какого-то курса или студенты какой-то группы, а все желающие и даже преподаватели. Я вот проводил недавно открытый урок «Волна управлять Москвой», значит, и я потом разыгрывать начал свои брошюры, книжки, кто там правильно ответит на каверзные вопросы, значит, и самое интересное, что несколько ответов поднимают ребята, значит, ну а я спрашиваю, откуда, где живешь, на каком курсе учишься, где, по какой специальности там экономисты, финансисты, международники были. Я преподаватель, я преподаватель, я преподаватель, аж неприятно, ёхты мои, ёхты было, потому что преподаватели, когда участвуют, они как бы отбирают небольшой хлеб у молодежи студенческой. Творческие конкурсы, да, мы проводим конкурс «Лучший муниципальный служб». Это давнищий конкурс, и он прижился, и я хочу сказать, он эффективен, почему? Потому что такими же конкурсы проводили, значит, при Ельцине, провели, наверное, в 92-м и 93-м году, пообъявляли, поназначали какие-то суммы, и забыли про него, даже деньги не вручили. А вот Павел Дмитриевич был мэром Хабаровска, приехал, выиграл, и до сих пор ничего не может получить. А ему должны были вручить 20 тысяч долларов. И, значит, после этого мы взялись на себя эту функцию, поскольку она затихла, она оказалась очень востребована, очень удобной Российской муниципальной академии, тем, что у нас, во-первых, ходят и с администрации президента в жюри, и в эксперты, и с Государственной Думы, и с Совета Федерации, и члены президента. Поэтому, и определяет исключительно экспорта, приходят 3-4 заявки на нашу региональную день, там, Калужскую область, допустим, или 5 заявок. Мы считаем, что, вот, наверное, отбираем 3, остальным телеграммы отправляем, благодарим за участие, а из трех определяет, вот, чисто эксперт. И когда меня корреспонденты пытали, а вот вдруг вы ошиблись, ну, ошиблись, ошиблись. Но эксперты, это самое, пожалуй, объективное, потому что критерии оценки, особенно в муниципальных случаях, работников, значит, высшего звена муниципального управления, я имею в виду руководителей, практически найти невозможно. Потому что они работают в разных средах, в разных условиях, с разными возможностями территориальными, с разными, это, и хотя есть критерии, формальные критерии, сейчас их оценивают, пытаются подогнать под одну гребенку, значит, что у тебя должна быть такая-то смертность, у тебя должна быть такая-то заболеваемость, не выше, не ниже, у тебя должна быть такая преступность, там, на тысячу человек, удельные показатели, у тебя должно быть это, а это не работает. Потому что регион, один регион в одном месте, один находится в зонах, Бог говорит, с поселением после осуждения или осуждения с поселением, а другие находятся, значит, в столичных тепличных условиях и так далее. А вот Российская муниципальная академия, я немножко остановился, она беспроигрышная. Я хочу сказать, не было ни одной жены. Была одна жалоба, я не помню, Петропавловск-Камчатский, пришел новый мэр и написал жалобу, отберите звание академика у такой-то женщины. Она была заместителем предыдущего мэра, потому что он топчет предыдущую команду. Но мы написали, что у нас такой практики нет, и быть не может, и вообще вы там сами разбирайтесь, это не будет. Это единственное, за все время, за 16 лет. Мы также проводили конкурсы, я сказал, лучше, если бы я был доволен правой, он стал общероссий. Конкурс «Лучший муниципальный сайт», российский муниципальный сайт, золотой сайт местного самоправления, вот я не вижу Рустама, мы потом, он стал лучше, а здесь я просил, чтобы ты принял участие, как представитель Московского творчества, это он инициатор, создатель и организатор проведения вот этого конкурса. Вот творческие конкурсы мы проводим, причем с подведением таких, я бы сказал, масштабных итогов, Храма Христа Спасителя, на лучшую статью местного самоправления. Напишите, что у вас хорошее правило, напишите о людях, которые служат другим людям, которые отдают себя, значит, служению и решению проблем для жителей. И вот нам приходит, огромнейшая количество работ у нас, значит, проведено под названием «Малая Родина» с 2012 года, каждый год проводим эти конкурсы. Конкурс детского рисунка «Славься казачеству», около двух тысяч работ. Почему, значит, казачество, тему избрали? Почему? Потому что, я вам скажу, значит, президент, президент Российской Федерации и Государство Думы приняли 38 указов президента и постановлений Думы, постановлений правительства о казачестве. И это неспроста. Это, значит, не только возрождение истории, дань казачества, реабитация и все. Это еще, значит, патриотист, поскольку вокруг это вот казачество обвиняет. А это еще и стабилизирующая сила в условиях вот таких вот, ну, подвижек бывающих, да. Поэтому по сельскому хозяйству не есть настолько указов президента, сколько по казачеству. И когда возник вопрос, значит, поддержки, мы решили объявить такой всероссийский конкурс. Я вам хочу сказать, шоквал детских работ, мы среди детей. Потом, значит, театрный тоже корпус «Казаках замолки». Конкурс детского рисунка «Выплеемская звезда», ежегодный конкурс «Шолоховская весна», более 10. Конкурс детского и юношеского «Читаем русскую классику». Значит, «Леся казачья песня» ежегодно. Ну и награды. Российская бюджетная академия думала все время, как же отмечать людей, которые активно участвуют в работе, в жизни. Я должен сказать, что мы нашли такую форму. Это учреждение различного рода наград. Первая награда была – это «Столетие Шолохова». Значит, она в 2005 году. Было награждено 6 тысяч. Медаль такая выпущена. Но самая основная наша медаль, конечно, это «За вклад в развитие местного совправления». И хотя она, я ниже коснусь, с чем она связана. Она связана с тем, что учрежден день местного совправления. Российская муниципальная академия тоже принимала в этом. Медаль за вклад в подготовку в празднование 200-летия Победы – 800-954. Медаль за вклад в празднование 70-летия Разгрома немцев – 2800 человек. Это чистое московское отделение. Медаль за вклад в празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Награждено 9 тысяч человек. Лауреатная премия за выдающиеся достижения трудовой деятельности. Такая премия учреждена, наверное, в 2013 году. Награждено 53 человека. Если кто-то смотрел на сайте, вы видите, это достаточно известно, медийные личности, и мы, они, конечно, приносят такую известную Россию. Интернет-ресурсы, у нас есть сайт журнала «Мы, россияне», который муниципальная академия издает, сайт российской муниципальной академии, который вы, конечно, все. Если говорить о сотрудничестве с органами власти и общественной академии, то совместное совещание проведено, когда было в Министерстве регионального развития, мы так вошли, подружились с министром, он проводил несколько совещаний, он дал поручения, и были разработаны проекты взаимодействия в муниципальной академии, но, к сожалению, это министерство не успели. С Российским Советом, с Российским Конгрессом Муниципальных Ассамблеей Столицы Крупных Городов, Союзом Российским, Ассоциация Городов Урала, Ассоциация Сибирских и Дальневосточных Городов, Ассоциация Городов Поволжья, Ассоциация Северо-Запада, Ассоциация Муниципальных Образований Регионов, Ассамблея Народов России, Ассоциация Продненных Городов. Если говорить о законотворческой деятельности, мы много раз принимали участие в различных слушаниях, в том числе в Государственной Думе по обсуждению положения изменений и дополнения федерального закона номер 131 об общих принципах организации местного соуправления Российской Федерации. В работе Всероссийского съезда муниципальных образований в городе Суздаль, в парламентских слушаниях, в мероприятиях Совета Федерации, в инициативе празднования Дня местного соуправления. Если говорить об инициативе, я не знаю, наше или не наше. Я вот рассказывал по дороге. Дело в том, что когда был Миронов, начальник управления президента по обращениям, он принял письма, почту и так далее. Ну я с ним поговорил, говорю, как сделать так, чтобы вот наше решение, предложение, а не работникам местного соуправления прошло. Он говорит, вы знаете, надо, чтобы вас поддержали и назвал какие структуры. Мы туда забросили письма, от некоторых получили, от некоторых не получили и написали письмо. И он дал ход этому письму. Ну мне говорит, замылили потом. Прошло два года, и вдруг выходит указ президента Российской Федерации, значит, о праздновании Дня местного соуправления. Не знаю, тут думают, что наша там роль была минимальная. Думают, что там выступали все-таки министерство, инициаторы, или вот Государственная Дума, и все. Хотя мы их просили тоже поддержать и направляли им такое. Значит, ну хочется думать, что наш плод тоже есть. Что такое День местного соуправления? Это признание, я бы сказал, важности, полезности этого института власти. Почему? Потому что именно местное соуправление всегда стоит на передовой линии с населением, и оно принимает удары на себя. Хотя там, может быть, за спиной неотработанные, или как иногда в народе говорят, дурацкие законы, значит, а место, власть, она, к сожалению, должна. И даже без денег, даже без недостатка средств она вынуждена решать многие-многие вопросы. Если говорить об образовательной деятельности, то участием практически во всех совещаниях ОМУ, учебно-методическое объединение, вузов России по образованию менеджмента, где как раз куда входит система государственного муниципального управления, как секция. Значит, Олимпиада для абитуриентов и школек по направлению государственного муниципального управления с 2012. Видеоконференция по дополнительному образованию муниципальных служб. Участие в установочном сценарии по подготовке экспертов и экспертных организаций привлекают к оценке качества образования и статификации профессиональных квалификаций. Я еще вхожу в Вольноэкономическое общество, в состав Президиум Международного Вольноэкономического общества, и я должен сказать, что они тоже, Александр Ильич, я вам сегодня отправил, если вы получили попросить, то, что они тоже занимаются общественно-профессиональной оценкой, аккредитацией программ, проектов и направлением образовательной деятельности. Кстати, эта норма заложена в законе об образовании, и мы должны, как Российская муниципальная академия, имеющая и статус российский, имеющая и долголетний опыт, практику, должны эффективнее использовать эту возможность. Цикл лекций по государственному муниципальному управлению, я говорил, это когда мы говорим образовательное деятельность. Значит, в 2004-м российском сообществе совместно с Министерством регионального выступил организатором общества по 30 раз, самый большой флаг России. В рамках мероприятия на территории Москвич во время Красного Представления более 100 военнослужащих развернули кран. Ну, такое поступило. Сейчас я вам хочу сказать, этот флаг просто играет. Его отвезли на Северный полюс, значит, развернули копию. Его, я был в Сочи у мэра, он говорит, у меня самый большой флаг. Я говорю, это наш флаг. Значит, да. Он сейчас, и вот буквально два дня назад на Поклонной горе была закладка Алии, Березовая Алия Герой, и там был развернут. Он также шел у нас на празднование, ну, дня 9 мая, прошлого года. Почему-то, потому что в этом году особый был праздник. Значит, и многое другое. Флаг весь стоит 20 килограмм, и его надо действительно растягивать, значит, с тем, чтобы это самое. Что не сделали? Ну, я уже сказал, мы нужно признать ослабление работы Московского регионального отделения. Оно, видимо, связано с тем, что я являюсь председателем этого регионального отделения, и одновременно являюсь президентом Российской муниципальной академии. И поэтому, значит, как шутку говорят, смешал карманы государственные и личные, вот такая шутка, так и я тут смешал общероссийские и московские интересы. С другой стороны, мы не подстроились под новую реорганизацию, под те изменения, которые прошли в системе муниципальной власти, изменения в системе местного соуправления в Москве. Поэтому, если говорить о задачах, то что же нам нужно сделать? Ну, естественно, нам нужно активизировать работу. Нам нужно по одном московском уровне очень тесно взаимодействовать с обидами муниципальными образованиями. Раз, я бы продумал и провел бы несколько таких встреч. Ну, кто пожелает поучаствовать, пожалуйста, пусть, кто не желает, пусть не участвует. Значит, второе, что нам нужно тесно взаимодействовать с комиссиями. Комиссия по местному соуправлению Московской городской думы, причем представители комиссии Портнова очень уважительно относятся к нашей академии, и мы с ней взаимодействуем. Надо также, значит, ассоциации муниципальных образований. Значит, это достаточно опытный мэр города, на специальных территориях. Ну, и с кафедрами. У нас в Москве самое большое количество кафедр, которые, значит, преподают дисциплины по местному соуправлению, там, по муниципальному управлению, но и есть целевые кафедры, государственное, муниципальное управление. И мне кажется, тут нам нужно серьезно поработать. С другой стороны, выставки-конференции. Сейчас я хочу сказать, значит, что идет такая коммерциализация, потому что ни у кого, ни на что, значит, ни одной копейки не выпросишь. Но, с другой стороны, можно сделать эти выставки-конференции на самокупание. Но нужно придумать, как, значит, организуя эту выставку, как, значит, позиционируя там участников этой выставки, создавая им площадку, условия, фактически они сами себя рекламируют, они бы, с другой стороны, дали нам возможность проводить именно такие научно-практические конференции в составе этих выставок, рядом с этим выставкой, значит, после, которые бы, значит, помогали бы нам решать те вопросы, которые возникают тут. Следующее, мы очень слабо работаем со сбором проблем. Я хочу сказать, что вот нам бы нужно создать такой банк проблемных вопросов муниципальных образований. Сейчас их шесть типов, муниципальных, и по типам общие есть проблемы, которые могла бы инициировать их решение, или давать им оценку, или давать им научное толкование, используя наших профессионалов, в области ученых, преподавателей, или давать рекомендации по их уже решению, по этих проблем, но если возможность есть найти практики решения таких проблем, или большей части проблем, то нужно, конечно, возглавить это направление российской бутылки. Ну, я уже говорил, общественно-профессиональным, значит, экспертам выступать, оппонентами и экспертами по научным работам, что мы, кстати, крайне мало делаем, значит, да. И второе, что я хотел бы сказать, у нас будет общероссийское, значит, собрание, конференция второго, и я думаю, что вот идя на встречу в этой конференции, я думаю, что мне дадут возможность там выступить, я хотел бы от вас получить предложение, замечание и критику, и для критики, и для самокритики, с тем, чтобы нам провести как можно эффективнее эту конференцию. Пожалуй, на этом бы я свое выступление закончил, и если будут вопросы, я готов на них ответить, значит, но, да. Но и вопросы, которые я отвечу без этого, наверное, вы знаете. У меня изменился статус, я сейчас работаю советником мэра, я вот тут взял визитки специально побольше, чтобы вам всем раздать. Мой офис находится на 14 этаже на Новом Арбате, значит, у меня приемная есть там, есть, значит, помощник, значит, заведующий приемной, значит, значит, ну, служебный транспорт есть, так, между нами, двухсменный, с 7 до 10, ну, нормально, значит, зарплата есть, есть, ну, и что, окно светлый, вид красивый на, туда, на Кутузовский проспект, значит, поэтому я важен, и самый замечательный кофе, пожалуйста, это я отвечаю, упреждаю вопрос, как, где, что вы, а может кто-то постесняется сказать, значит, ну, вы знаете, мэр меня не только не бросил, он даже мне, я знал, ну, вы знаете, после 60-ти надо уходить, мне сейчас будет 69, и я, мы договаривались, что год за полтора до выборов должен прийти новый префект, пусть занимается выбором. Вы знаете, Сергей Семенович наградил меня, значит, высшими наградами города Москвы, в том числе такой московский, будем говорить, орден за услуги перед Москвой, значит, вручил, когда прощался, поблагодарил, и две недели назад я узнаю, мне звонит, вот, знаешь, нарубает, Владимир, поздравляю, с чем поздравляю, с государственной наградой, какой государственной наградой, значит, она была 25-го, указ президента вышел, а он звонит мне 30-го, там, или даже, значит, 1-го, я говорю, какая награда, ну как, вас наградили, меня наградили медалью ордена за слой перед Отечеством 2-й степени, благо я уже имею ордена, и за слой перед Отечеством 4-й степени, за слой перед Отечеством 3-й степени, ординация и знак почета ну вот так оценили это я сразу отвечаю на тот вопрос который может вы не зададите но хотели бы задать на этом спасибо большое я хотел бы предоставить сейчас для выступления слово Семкиной Ольге Сергеевне профессору кафедры государственного муниципального управления финансового университета при правительстве Российской Федерации пожалуйста здравствуйте уважаемые коллеги Владимир Борисович конечно постромничал рассказав о всей работе московского отделения я могу рассказать только о части работы московского отделения поскольку мы сейчас уже 6 лет проводим в действии новый проект который называется привлечение студентов к работе Российской Муниципальной Академии в этом приняли участие заведующие кафедры различных институтов но кафедры называются одинаково кафедры государственного муниципального управления они здесь сейчас присутствуют это Одинцовский университет это строительный университет это институт туризма и сервиса это научно-исследовательский институт который занимается региональными исследованиями естественно мы с огромной благодарностью благодарим всех сотрудников которые нам помогали в Юго-Восточном административном округе по привлечению студентов к разработке различных проектов результатом этого сотрудничества стало то, что мы провели 6 научно-практических конференций студентов с привлечением 12 вузов причем не только московских но и подмосковных вузов и даже у нас были представители Уфы представители Братска представители Хабаровска Тюмени и так далее Владимир Борисович еще также поскромничал мы очень активно сотрудничаем с учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации осуществляющих подготовку по государственному муниципальному управлению Российская Муниципальная Академия присутствует на заседаниях учебно-методического объединения и соответственно 40 человек которые являются в Российской Муниципальной Академии как бы членами они являются членами УМО и также являются заместителями заведующих кафедр или заведующими кафедр государственного муниципального управления в различных регионах Российской Федерации в этом году у нас был приятный такой вот, так сказать, момент наших товарищей заведующих кафедр выбрали в мэры городов то есть в работу депутатами города Братска депутатами города Омска депутатами города Хабаровска и нужно отметить, что в Омске и в Тюмени наши преподаватели стали лучшими муниципальными служащими потому что они написали наибольшее количество работ которые связаны с административными регламентами и внедрением новых информационных технологий в деятельность своих муниципальных образований ну конечно огромное спасибо Владимиру Борисовичу за то, что он поддерживает все эти начинания и главное начинание связано со студентами огромное количество студентов которые работали у нас в научном кружке рассматривали вопросы становления и развития местного самоуправления и приятно отметить, что закончив институт они были назначены в своих городах на ответственные должности и также продолжают работу связанную с развитием местного самоуправления хотелось бы, чтобы эти проекты не потерялись по ним было выпущено несколько сборников научных трудов они были удостойны различных конкурсов и даже напечатаны в таких журналах как муниципальная власть мы россияне муниципальное управление и нужно отметить, что эта работа позволила студентам чувствовать себя ну так сказать, нужными, важными и подняла престиж в специальности государственное муниципальное управление вот я хотела бы поблагодарить муниципальную российскую муниципальную академию за предоставленную возможность работать с практиками это очень интересно есть у нас огромное количество людей, которые хотят продолжить эту работу и мне кажется, что у нас есть все перспективы для сотрудничества потому что оно уже является взаимовыгодным наши студенты, приходя на практику, не просто уже являются теми людьми, которые, так сказать, мешают они оказывают существенную помощь они могут заниматься становлением информационных блоков они могут заниматься пополнением информации они могут заниматься развитием и трансформацией сайтов поэтому огромное вам спасибо я надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество спасибо вам кстати, возможности мне тоже несколько слов чтобы не выступить как членом российской муниципальной академии как работнику ректората нашего института, Евразийского института который стал партнером российской муниципальной академии и который включился очень активно в работу тех инициатив которые сегодня московское отделение российской муниципальной академии проводит и не только сегодня Евразийский институт, став партнером российской муниципальной академии как я уже сказал, активно включился и мне кажется, очень знакомым событием был это вторая конференция муниципального управления на современном этапе которая проходила год назад и вот там впервые прозвучала тематика и вот те инициативы, о которых уже говорил Владимир Владимирович что касается становления организации российской муниципальной академии и как только общественной, как и общественно-профессиональной академии конечно же, как партнер Евразийский открытый институт он включился в работу по деятельности российской муниципальной академии в первую очередь по образовательной, консультативной по пропаганде научных знаний, по повышению квалификаций и у нас уже был определенный опыт совместной работы и не только этот опыт в рамках этого опыта появились и члены действительно члены Российской муниципальной академии и в рамках нашего института и когда проходила вторая конференция мы были удостоены чести возглавить одну из секций это как раз секция, которая занималась разработкой структурных вопросов которые необходимо было провести в жизнь для того, чтобы Российская муниципальная академия стала общественно-профессиональной организацией в решении этой секции потом в решении нашей конференции Российской муниципальной академии как раз и состоялись эти предложения была создана аккредитационная коллегия создали и были предложения по группе экспертов но самое главное, что в эту работу мы включили в содружестве многих членов нашего московского подразделения и активно поработали в этом направлении в направлении Латкаринские представители Российской муниципальной академии и Люберецкой представители потому что нам приходилось проводить такую работу во взаимодействии как организации фокус-групп и проведением онлайн-конференции по выявлению необходимых потребностей и пожеланий в нашей совместной работе не только Российской муниципальной академии но и проблем, которые существуют в работе с кадром и повышении квалификации на местах надо сказать, что вот эти два подразделения вот эти два, так сказать, субъекта которые являются членами московского подразделения активно включились, но нас поддержали не только московское отделение но и другие отделения Российской муниципальной академии Казачинско-Ленский, Иркутский, Первомайский, Тамбовской области и, так сказать, эти конференции дали свои плоды мы получили конкретную информацию о потребностях мы получили эту информацию и не только, но, так сказать, ответным ходом это было Российской муниципальной академией при поддержке партнера Евразийского открытого института это проведение, так сказать, работы по повышению квалификации такие курсы в онлайн-режиме состоялись эти курсы были проведены очень активно для Латкаринских работников государственного и муниципального управления государственных служащих Первомайского района Тамбовской области Люберецкого района Казачинско-Ленецкого района Иркутской области не только их, я просто последний привожу как пример значит, мы, так сказать, активно включились и в подготовку и фактически с участием Российской муниципальной академии у нас проходило повышение квалификации Вологодская администрация у нас проходили Костромская, у нас Следственный комитет России ну и некоторые главы Управ районов города Москвы Я хочу сказать, что это все дало свою работу активизированную по общественно-профессиональной аккредитации и самое главное было в этой работе подготовка экспертов и эту подготовку экспертов мы проводили Московским региональным отделением в обучающих семинарах, которые проводились теми структурами общественно-профессиональной аккредитации которые уже на сегодняшний день заявили себя на этом поле и надо сказать, что 25 экспертов в течение вот этих вот трех-четырех месяцев последних, которые были прошли эти семинары в том числе 25 от членов Российской муниципальной академии Московского отделения и которые на сегодняшний день готовы вот эту работу вести ну и, конечно же, Евразийский открытый институт он, так сказать, сам прошел вот эту вот общественно-профессиональную аккредитацию Российской муниципальной академии потому что сегодня, фактически Российская муниципальная академия она и как общественно-профессиональный союз который направлен на общественно-профессиональную аккредитацию образовательных программ и независимую оценку качества образования данного учреждения я бы хотел отметить, может быть чтобы еще раз прозвучал Владимир Борисович об этом говорил что наша совместная работа вот дала еще одно рождение конкурсу он приобрел формы Олимпиады конкурс, если был главой управы мы все знаем, он давно идет а мы решили, что вот это вот и ту идею, которая в нем заложена можно тиражировать на регионы и предложили филиалам провести вместе с нашим московским отделением и нашим институтом у которого был опыт проведения Олимпиад абитуриентов предложили проведить Олимпиаду по государственному муниципальному управлению с благословением Владимира Борисовича мы эту работу провели совместная Олимпиада Российской муниципальной академии вместе с нашим открытым институтом она дала свои результаты у нас во второй год уже проходила эта Олимпиада и надо сказать, что в предыдущем году 38 субъектов федерации в ней, честно, мы представители абитуриентов выпускников школы, колледжей в этом году у нас 43 субъекта причем активными в этом году были это Московская область о тех районах, о которых я уже говорил Калдомский присоединился и активно работал Первомайский Тамбовской области и Карелия ну и я бы хотел, да, не только Карелия и Тамбов, но и Углич где, так сказать, известный такой тоже Евразийский молодежный союз организовался и там очень инициативная организация и филиал да, филиал Российской муниципальной академии фактически тоже уже состоялся ну и призерами этой Олимпиады они получают сертификаты дипломы нашего института, Российской муниципальной академии и поступают на учебу по специальностям государственного муниципального управления имеют определенные бонусы но я бы хотел сказать и еще об одном начинании которое открыл Владимир Борисович он сказал о том, что если бы вам управлять Москвой ну вот первая лекция такая состоялась в рамках университетской субботы в Евразийском открытом институте и которое, так сказать, проходило в онлайн вещание и она дала, так сказать, она имела не только успех потому что зал, который вмещает у нас 400 человек он не смог вместить всех желающих и было очень много отзывов потом эти лекции продолжились и надо сказать, что вот это начинание нашего руководителя, нашего президента оно, так сказать, нашло отражение и в этих университетских субботах эта работа с молодежью продолжилась в рамках университетских суббот уже последующих участники Московского регионального отделения Российской муниципальной академии также принимают постоянно активное участие чему я вас еще и подвергаю но на этом не закончилось и Владимир Борисович он фактически возглавил на кафедре государственного муниципального управления нашего института научные направления управления большими городами управления мегаполисом и вот сегодня он является по существу нашим руководителем этого направления научного направления и не случайно он у нас является почетным профессором Евразийского открытого института спасибо вам Владимир Борисович но я думаю что вот этот союз Российской муниципальной академии членов Российской муниципальной академии нашего московского отделения и партнеров которые на сегодняшний день есть помогают нам всем в работе вот предложение о которых сказал Владимир Борисович я хочу тоже добавить нам показалось что отдельные ну с которыми нам удается работать подразделениями отделениями Российской муниципальной академии не московскими, они активно включаются в ту работу, которую я говорил. О тех олимпиадах, в этих фокус-группах, в этих онлайн-семинарах, в этих проявлениях по выявлению необходимых потребностей. А поскольку институт обладает достаточно хорошим электронным контентом и дистанционной формой обучения, то мы эту работу можем с Российской Муниципальной Академией совместно проводить. Вот это предложение, Владимир Владимирович, хотел бы тоже сказать, взаимодействие с региональными отделениями по насущно важным, интересным и инициативным вопросам, которые в московском отделении на самом деле имеют место быть. Хоть вы и сказали ослабление, я бы, наверное, не согласился, правильно потом вы и сказали активизацию. Может быть, другие вопросы надо активизировать, но на самом деле очень много нового интересного за последние годы происходило и происходит. Я бы со своей стороны попросил признать работу удовлетворительной московского отделения Российской Муниципальной Академии. Из записавшихся все, кто хотел бы еще выступить? Если нет, да, Владимир Владимирович, мы переходим к второму вопросу. Второй вопрос. Избрание делегатов отчетной конференции Российской Муниципальной Академии. Общероссийская отчетная выборная конференция. Уважаемый участник сегодняшней конференции, президент уже осудил предложения, которые поступили с мест и утвердил квоту. Это квота, первоначально хочу сказать о квоте, это квота у нас в количестве 37 человек. Я бы хотел сразу затвердить вот это предложение, которое есть президиума, да, нет возражений? Нет. Хорошо тогда проголосовать. Кто за? Обсуждали и предложили. Вот нам обсуждение наше предложение. Итак, по фамильным. Зотов Владимир Борисович, доктор экономических наук, президент Российской Муниципальной Академии, советник мэра Москвы. Не надо типом все-таки 37 человек. Да, по фамильным. Шапошников Алексей Валерьевич. Председатель Мосгордума. Латфулин Геннадий Рашидович. Знается. Сударственный сет управления. Жуков Александр Петрович. Беков Александр Владимирович. Исаев Сергей Николаевич. Вектор Евразийского института. Коловеков Алан Лазаревич. Ну, глава муниципального Кузьминка знает. Пупорев Евгений Иванович. Тоже знает. Истоин Владимир Александрович. Серегин Евгений Викторович. Базиян Нельсон Рубенович. Базиян Борис Халинович. Нолбандян Михаил Арутюнович. Апелян Манглас Сердакович. Евсеев Анатолий Дмитриевич. Филиппов Павел Дмитриевич. Игнатьева Александра Витальевна. Бутова Татьяна Витальевна. Мусинова Нина Николаевна. Семкина Ольга Сергеева. Серождинов Рифат Жамалитдинович. Филатова Татьяна Васильевна. Кмельченко Елена Анатольевна. Сморяков Александр Витальевич. Хранцов Владимир Борисович. Тимошенко Владимир Егорович. Васюнина Маргарита Леонидовна. Волгин Олег Степанович. Домников Евгений Алексеевич. Кожаринов Александр Владимирович. Петрова Юлия Игоревна. Рождественская Ирина Андреевна. Прокофьев Станислав Евгеньевич. Беляева Ирина Юрьевна. Шубцова Людмила Владимировна. Найданов Александр Сергеевич. Бурак Петр Иосифович. Ну и обращение к тем, кто прозвучал и здесь присутствует. Какие-то есть, может быть, самотводы. Есть самотводы? Нет? То есть поддерживаем. То есть, тогда голосуем за этот списочный состав. А может, тайно хотят прозвучить? Есть предложение проголосовать открыто. Есть другие предложения? Нет. Ну давайте тогда это предложение принимается. Кто за это предложение? Ну давайте проголосуем. Кто за? Принимается. Ну и тогда голосуем в целом по всем этим предложениям. Кто за? Прошу голосовать. Кто против? Поддержавшийся нет. Спасибо. Итак, по второму вопросу мы рассмотрение завершили. Переходим к рассмотрению третьего вопроса. Это вопрос награждения медалями и вручения дипломов членов Российской Муниципальной Академии. Значит, это заседание Президиума Российской Муниципальной Академии протокола 15 июня этого года номер 4. Значит, я оглашаю решение. Действительным членом Российской Муниципальной Академии избран Незамайкин Иван Валерьевич. Мы Ивану Валерьевичу вручаем диплом, вручаем удостоверение, вручаем диплом для стены, для кабинета и вручаем нагрудный знак. Действительным членом Российской Муниципальной Академии. Вам также вручается набор информационный и та энциклопедия, о которой я говорил. Если у вас нет энциклопедии, вы обращайтесь, мы вам выдадим каждому. Спасибо. Также решением было утверждено до Президиума наградить медалью за подготовку к дню празднования 70-летия Великой Отечественной войны. Бронникова Ивана Алексеевича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сбухову Марину Михайловну. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Также решением президиума было принято наградить медаль за вклад в развитие местного самоуправления Клинкина Юрий Николаевич. Васюнину Маргариту Леонидовну. Закарян Армен Маргарвич. Ну что, давайте поздравим всех награжденных. Мы все вопросы рассмотрели и я хочу сказать, что сегодняшнее наше собрание такой шаг, как бы проектный шаг в дальнейшую активизацию работы. Спасибо вам за участие, спасибо вам за активную работу.